Друзья, всех рад приветствовать на канале Realtek. В этом видео продолжаем рубрику «Прилетела глобальная версия MIUI 13 на смартфон Xiaomi». В этой рубрике я показываю интересные новые фишки, новые оболочки. Это уже третья часть видео рубрики MIUI 13. Кто пропустил первые два видео, рекомендую посмотреть, ссылочку на них оставлю в описании под видео. Также хотел бы вас пригласить в свой телеграм-канал RealSale. Здесь публикую выгодные предложения с Алиэкспресс, актуальные промо-коды в дни распродажи. К примеру, 28 января на Алиэкспресс будет продаваться Redmi Note 11, Redmi Note 11S по максимально выгодным ценам, также промо-коды. Все здесь есть в телеграм-канале. Прямую ссылочку оставлю также в описании. Появляется новая фишка, которая ранее была доступна только флагманом. Вот на примере среднебюджетника Redmi Note 10 Pro я захожу в галерею, выбираю фотографию, нажимаю на редактирование и выбираю ластик. Раньше было доступно два варианта – вручную и удаление линий. Так вот, теперь же добавляется опция удаления людей. Выбираю эту опцию, происходит выделение. Вот давайте еще раз покажу. И нажимаю кнопку «Стереть». Вот таким вот, друзья, простым образом можно удалять людей с фотографии. Плюс в галерее теперь можно смотреть либо все фото и видео, либо те, которые были сделаны только на камеру смартфона. И немножко изменился дизайн, если зайдем в альбомы. Вот добавляется корзина, как и ранее была, потом корзина папок и еще дополнительная функция «Очистка». Вот проверка идет альбомов и сколько можно освободить памяти, удалив какие-то фото. Я знаю, многие пользователи ждали новые виджеты в MIUI 13, но в глобальной версии эти виджеты не добавили самые стандартные виджеты. Но есть, друзья, и фишка. Кстати, проверьте, в MIUI 12.5 эта фишка тоже добавляется. Если мы нажмем на виджеты, обратите внимание, я могу устанавливать прямо из этого меню виджеты с установленных тем. Давайте покажу пример. Только чтобы их установить, нужно удалять сначала стандартный виджет. Вот удаляем. Переходим в редактирование, виджеты. И вот, к примеру, из темы могу установить виджет. Вот таким же образом захотел другой установить виджет. Точно так же. Можете протестировать даже в MIUI 12.5, эта опция уже работает. Также, друзья, отличная новость, что темы, те, которые работают в MIUI 12, в MIUI 12.5, здесь тоже отлично работают. Я вот протестировал. Выбираем любую тему из MIUI 12, MIUI 12.5. Вот, кстати, классная очень тема. Обзор на канале был. Кому интересно, ссылку на это видео отправлю в описании под видео, где очень крупные иконки. И все это в MIUI 13 тоже замечательно, друзья, работает. Но, кстати, если вот таким вот образом вы обновляете плагин, добавляете вот эту новую шторку, то при изменении тем шторка, конечно же, не меняется. Нужно возвращать стандартную шторку, чтобы темы применялись и на шторку. Вот. И таким вот образом, друзья, все замечательно работает. Многих наверняка интересует вопрос Always On Display, вот на примере Redmi Note 10 Pro, где он работает только 10 секунд. Такая вот урезанная версия. На постоянной основе доступна, как правило, только флагманам. Так вот, с обновлениями MIUI 13 эта опция не добавляется. Как было 10 секунд, так и остается. Все остальное здесь такое же идет. И я думаю, что, друзья, ожидать, что добавят эту опцию не стоит. Скорее всего, ее не добавят, потому что эту опцию добавляют, как правило, флагманам. Но все-таки в активном экране Always On Display есть небольшое положительное изменение. Я вот, допустим, пользуюсь часто двумя часами на рабочем столе. И раньше, если используем двойные часы, то, включив Always On Display, у нас было доступно только двое часов. Все, там было два стиля, только вот эти вот не работали. Сейчас же все это починили. И вот я включил двойные часы. И давайте покажу, как это работает. Перехожу на экран блокировки. И вот они двойные часы. У меня показывается местное время. И ниже вот вторые часы. Друзья, напомню, что в MIUI 11 можно было очищать кэш всех приложений в один клик. В MIUI 12, 12.5 это тоже можно было сделать, но при помощи приложения Activity Launcher. На эту тему я на канале делал отдельное видео, можете посмотреть. Кому интересно, ссылочка тоже будет в описании. И при помощи Activity Launcher мы могли очистить кэш во всех приложениях в один клик. Но в MIUI 13 этот способ уже не работает. Вводим хранилище, опускаемся ниже, вот настройки хранилища. Кстати, обратите внимание, еще в MIUI 13 те опции, которые недоступны, вот такой замок на них есть, раньше не было. Так вот, выбираем хранилище и все, переход у нас никуда не происходит. И получается, чтобы очистить кэш во всех приложениях в один клик, здесь уже не работает. Это означает, если вы захотите почистить кэш в приложениях, вам придется по одному приложению очищать кэш вот таким вот образом. Очистить кэш, окей. И по каждому приложению, это, конечно, очень неудобно. Это минус MIUI 13. Есть еще и минус MIUI 13. Напомню, в MIUI 12.5, в MIUI 12, если мы в поиске вводили доступ ко всем файлам, вот, ввел доступ ко всем файлам, переходим в специальное меню, откуда вам можем удалять некоторые приложения, а некоторые, которые нам не нужны, системные отключать. Давайте покажу на примере цифровое благополучие. Раньше эту опцию можно было остановить и отключить системы. Теперь, как мы видим, эта опция неактивна. Вот, и, соответственно, здесь уже меньше мы приложений можем отключать. Вот такие вот там, как калькулятор, например, еще можем отключить. Например, диктофон уже не можем. То есть, раньше больше было приложений, которые мы могли отключать. И тут еще стоит отметить, что системные предустановленные приложения можно удалять только с рабочего стола. Вот, то есть, функцию, которую должны были доработать в MIUI 12.5, вот, напомню, зайдя в приложение, удаление системных приложений. Так и не работает. То есть, удалив с рабочего стола, мы только отключаем ярлык. Вот здесь это включается и отключается при необходимости. И даже удалив ярлык, вот я его удалил, теперь у меня этот тумблер, вот, калькулятор, все равно включен. И чтобы его вернуть, нужно выключить, включить. Хотя я его уже удалил. MIUI 12.5 тоже такая недоработка наблюдалась. А, и, кстати, во время удаления какого-либо ярлыка, обратите внимание, теперь у меня вот такая вот иконка изменилась, удаление. Небольшой редизайн. В комментариях было много вопросов по поводу разделения экранов на две рабочие области. Все, друзья, отлично. Все это здесь отлично работает. Вот опция разделения экранов здесь присутствует. И вы можете разделить экран, как и ранее, как в MIUI 11, в MIUI 12 и в MIUI 13 это тоже работает. Можно еще отметить, что шрифт в глобальной версии обычно идет, как и в MIUI 12.5. Ну, стандартный шрифт, не тот, который рассказывали на китайской презентации, Mi Sans. Так вот, его можно установить, если вам нужен этот шрифт, в один клик. Заходим в приложение темы, вводим Mi Sans, нажимаем на поиск, отправляемся в самый низ. Вот он, Mi Sans, версия 13. Применяю, перезагружаю смартфон и шрифт применяется. Перезагружаем смартфон. Кстати, обновленная анимация. Вот такая вот новая анимация при загрузке смартфона. И все, у меня теперь на рабочем столе шрифт Mi Sans. И в настройках тоже шрифт Mi Sans, как в китайской MIUI 13. Если решите потом переключиться на стандартный, просто заходим в темы, просто заходим в темы, нажимаем вот на человечка, далее темы и просто переприменяю тему и перезагружаю смартфон. И шрифт вернется стандартный. На этом, друзья, у меня все. Пишите свои вопросы в комментариях. Обязательно комментарии читаю. И когда делаю новое видео касаемо, допустим, MiUI 13, то учитывая ваши комментарии, что вам интересно, стараюсь видео рассказать. У меня на этом все. Всем пока и до встречи в новых видео.